Ну что, какие планы на выходные? Да в танке рубиться буду. А я сериал досмотрю. А я на маникюр записалась. Ребята, притормозите, сегодня ж четверг ещё. А пятница! А пятница завтра. Давайте дождёмся её вместе. Всё, что занимало ваши мысли на этой неделе, всё, о чём писали, но вы забыли прочитать в СМИ, ваши жалобы, предложения и комментарии. Прямо сейчас в проекте «Завтра пятница». Здравствуйте же, мои радиослушатели. Действительно, это проект «Завтра пятница» на радио России Псков и в студии Рубин Александр, Валерий Кусев и Владимир Дягилев. Вот сегодня нас трое. Трое. Здравствуйте всем. Всем хорошего настроения, несмотря на погоду. Да, всем привет. Ну а мы начинаем. А мы начинаем. Ну, после такого бодрого начала давайте обозначим, что сегодня у нас будет не просто эфир, где мы, как всегда, обсудим самые горячие, наболевшие новости нашего региона, но сегодня подсластим пилюлю розыгрышем пиццы от кафе «Окинава». Друзья. И розыгрыш будет у нас тематический, так сказать, знаменательный. Знаменательный, потому что сегодня отмечается Всемирный день мужчин. Кстати, мужчины, поздравляю и вас. Взаимно. Да. Спасибо. Вот сразу концептуальный вопрос. Так, отмечать будем. Да, это первое. А второе. Какая пицца самая вкусная? Ну, мужская пицца, мне кажется, это мясная. Мы должны были сказать пицца от кафе «Окинава». Пицца от кафе «Окинава». Вот, да. Друзья, что необходимо уделить, чтобы получить пиццу от кафе «Окинава»? Все определенно просто. Есть у нас каналы коммуникации. Это телефон 628030. Это наш WhatsApp номер 8900-9930105. И это наша группа ВКонтакте «Радио России и Псков». Именно там, именно вот по всему вышесказанному, мы попросим вас сообщить нам и продолжить фразу «настоящий мужчина тот кто». Как же все-таки определить настоящего мужчину в современном быстротекущем мире? Вот, если у вас есть какие-то варианты интересные, креативные, беспроигрышные, то, пожалуйста, пишите, звоните, и в конце эфира подведем итоги. Настоящий мужчина тот кто. Сегодня мы просим продолжить вас эту фразу, и за это, конечно, наградим вас пицца от кафе «Окинава». Ну, самый классный вариант мы выберем. Да. Валера будет выбирать. Я? Да. Спасибо за доверие, ребята. Да. Мы переходим к важной теме, наверное, самой важной теме любой недели за последние полгода. Это тема распространения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Дело в том, что сегодня в России опять побит новый суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. И 23 610 новых случаев за сутки выявлено на территории всей страны. Ну, наверняка, не все случаи попали в статистику, как это обычно бывает. Ну, к сожалению, да. Эпидемия шагает по стране, увы. И очень такими большими шагами она... К сожалению, большими шагами. Да, она шагает. И рекорды Псковской области тоже, нашего региона тоже, они очень такие печальные. И, как всегда, когда с утра открываешь какую-то новостную ленту, и там читаешь строчку, строчку «Побит очередной рекорд». Да? Вот. К сожалению, здесь это единственный рекорд, которому ты не радуешься. Да, вот я приведу цифру из инстаграма нашего губернатора Михаила Ведерникова. 163 человека заразились коронавирусом, но 343 выздоровели. И это тоже цифра хорошая. Мы тоже надеемся, что она будет постепенно преобладать. То есть число вылечившихся будет увеличиваться и преобладать над числом заразившихся. А прямо сейчас, насколько я знаю, у нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я Кореной Пскович. Я хочу сказать, кто настоящий мужчина. С удовольствием. Как вас зовут? Настоящий. Меня зовут Лидия Николаевна. Так, Лидия Николаевна. Настоящий мужчина тот, кто не любит хвастаться, и тот, кто не занимается сплетнями. Вот и все. Вот и все. Коротко, как выстрел, друзья. Так, а человек готовился? Возможно, это был тост. Нет, во-первых, да, я согласен с Лидией Николаевной, что хвастаться мужчина настоящий абсолютно не должен, да. Может, если она конкретно кого-то имела в виду? Это, возможно, был какой-то даже намек кому-то. Не занимайтесь сплетнями. Да. Вот, прямо сейчас. Мне кажется, очень правильно. Очень правильно. Спасибо большое, Лидия Николаевна, за звонок, и первый претендент у нас уже есть. Но вернемся, вернемся к нашей теме. Вот. И, конечно же, очень много-много споров, вопросов возникает о ограничительных мерах. Вводить ли новые? Вводить ли новые? Вводить ли карантин, как в Бурятии ввели, к примеру, да? Да, там закрыты торговые центры, люди сидят по домам на самоизоляции. В общем-то, как у нас было в самом начале, как я понимаю. Вот здесь. Стоит ли ужесточать меры? И если ужесточать меры, то как тогда справится бизнес, за который все переживают? Тем более, что совсем-совсем скоро состоятся новогодние корпоративы, и как вообще рестораны, кафе, заведения будут это все дело переживать? И, Александр, состоятся ли? И состоятся ли. И прямо сейчас мы позвонили управляющему сети ресторанов Денису Романенко. Денис, здравствуйте. Добрый вечер. Денис, подскажите, пожалуйста, по поводу новогодних корпоративов, да? Вообще, в этом году, знаю, что новогодние корпоративы, они как бронируются заранее. В этом году их заказывали вообще? В этом году есть спрос на новогодние корпоративы, но он был до введения новых мер ограничений. И потом, соответственно, все отменилось. И сейчас есть уже четкое понимание, что новогодних корпоративов не будет? Либо же теплится где-то надежда, что все-таки вот, знаете, как в Москве разрешили корпоративы до 50 человек, да? И до 23.00 проведения, да? Ну, мы все равно теплимся надеждой о том, что это произойдет, что нам разрешат провести мероприятия данные, даже ввиду ограничений до 11.00 вечера. Поэтому многие наши гости еще под вопросом находятся. Все зависит от того, разрешат проводить мероприятия или нет. Ну, надежда есть, да, у вас? Если, Денис, если все-таки скажу, что никаких корпоративов на территории Псковского региона, это насколько сильным этот удар будет вообще по бизнесу? Ну, вообще, новогодние корпоративы – это такая жаркая пора для любого ресторана. И корпоративы, и сами праздничные дни, благодаря которым мы могли бы компенсировать те затраты, которые понесли в предыдущую карантинное время. Денис, у меня есть вопрос к вам финансовый, если вы сможете на него ответить. Конечно, каков средний чек вообще новогоднего корпоратива, чтобы мы все понимали, о каких суммах речь идет? Ну, в среднем стоимость новогоднего корпоратива где-то идет от 2,5 до 3 тысяч на одну персону. Хорошо, а если бы новогодние корпоративы все-таки разрешили в каком-то формате, люди бы на них пошли, это смогло бы, скажем так, дать новый глоток воздуха ресторанному бизнесу? Ну, конечно, это возможность покрыть определенные затраты, потому что и для сотрудников это дополнительный заработок, любые банкетные мероприятия, ну и, соответственно, это повышение количества гостей в это время. Ну, Денис, еще такой вопрос, скажу сразу вопрос с подвохом, да, ведь наши псковские рестораторы, не говорю про всех, но некоторые, да, они очень такие хитро подкованные, вот, потому что если нельзя проводить корпоративы, то они это проводят не под флагом корпоративного отдыха, да, а под флагом там гастронического ужина, еще как-то. Дня рождения. Дня рождения, да, вот здесь какие-то обходные пути все-таки, ну, можно искать? Ну, обходные пути каждый может искать, но в рамках своих каких-то штрафных санкций, если не бояться, то можно проводить, но все-таки есть определенные ограничения, которые, я думаю, стоит соблюдать для того, чтобы, по крайней мере, нас не закрыли полностью. А вы, может быть, знаете тех, кто рискует и проводит корпоративы, и такие праздники, несмотря на запрет, который действовал, и они ссылаются на то, что штраф намного меньше выручки? Ну, я бы так не сказал, что штраф намного меньше выручки, потому что есть еще репутация, которая за долгое время все-таки приобретается, и не хочется ее терять в первую очередь. Денис, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, если все-таки, не дай бог, не разрешат праздновать корпоративы, что людям делать? Ну, я думаю, все равно все будут собираться маленькими компаниями, пускай до 11 вечера, пускай без программы, но все равно будут все собираться, потому что праздники никто не отменял, а русский народ любит отдохнуть все равно. Ну, тем более после такого тяжелого года. И, наверное, финальный вопрос все-таки, мне кажется, любому заведению важно знать заранее, будут корпоративы или нет, потому что это и закуп продуктов, и персонал, и разработка меню, либо же это делается, ну, как, скорее всего, здесь будет по щелчку, типа, раз, и завтра корпоратив. Вот здесь вот, как успеть к нему подготовиться, если все-таки внезапно за день, за два объявят? Ну, мы готовимся к новогодним корпоративам еще с августа, поэтому и меню, и программа у нас готова. То есть мы готовы к любому исходу, хоть завтра корпоратив, хоть завтра просто вечерний ужин. Спасибо большое, друзья. Давайте пожелаем Денису Романенко и вообще всем рестораторам, чтобы все у них было, но, конечно же, со соблюдением норм, которые сейчас нам прописывают. Да, будем надеяться, что все-таки мы все хорошо отдохнем и позабудем об этом тяжелом для нас времени. Спасибо большое, Денис, удачи вам. Да, пожалуйста. Ну что, вот как-то так обстоят у нас дела с корпоративами. Погулять-то хочется, конечно. Погулять хочется, но пока не можется, и давайте уж лучше сначала статистику сделаем поменьше, а потом уже будем думать об отдыхе. Тоже, конечно. Некоторые организации своим сотрудникам сообщают, что корпоратив состоится, но весной. Да, кстати, есть так. Откуда тогда уверенность, что весной все будет хорошо? А потому что мы все привыкли верить в лучшее? Будем верить в лучшее и будем двигаться дальше. Что еще у нас там есть, Валерий? У нас на этой неделе жители Плюсского района решили написать письмо. Ну, кому пишут обычно письма? Ну, Деду Морозу. Перед Новым годом. Тут два варианта. Да, два варианта. Но письмо Владимиру Владимировичу Путину. Они собирают подписи сейчас под этим письмом. Письмо посвящено теме закрытия инфекционного отделения, а также возможном закрытии детского отделения и терапевтического отделения в Плюсской филиале, да, Струкокрасницкой больницы. Вот мы с автором письма и созвонились. Зовут ее Александра Белянко. Александра Андреевна, добрый вечер. Добрый вечер. Александра Андреевна, что конкретно вас побудило написать письмо Путину? Вот эта ситуация, вы как ее называете, критическая, наверное? Я считаю, что это критическая ситуация, потому что в районе, во-первых, дело в том, что у нас мало кадров остается медицинских квалифицированных, и людям просто некуда обратиться за медицинской помощью. Педиатр ушел. Вот у нас женщина сейчас, у нее трое детей, и она не может позволить себе поехать в Струге Красной, чтобы ее приняли и осмотрели месячного ребенка. Вот. Как она выходит из ситуации? Она обратилась к главврачу, к Мельцеру, и он обещал ей, что он пришлет врача, я так полагаю, что, наверное, завтра, из Струга Красных. Но насколько точно этой информации, я не знаю. Она сказала, что завтра пойдет. Ну, хочется надеяться все-таки, что как-то это решится. Скажите, они уже отправили письмо, не ответили ли на него? Нет, мы еще не отправляли. До 30 ноября собираются подписи. Сколько собрали уже? Я, честно, не знаю, я не подсчитываю, потому что я работаю, я еще разослала их и по деревням, поэтому пока количества я сказать не могу. А вообще жители активно подписываются? Активно подписываются жители, они пишут мне ВКонтакте, просят прислать им письмо, я им присылаю, они сами распечатывают и собирают подписи по школе, по каким-то там своим участкам, где они живут, а также по организациям. А местные власти, когда узнали, что жители района пишут письма Владимиру Владимировичу, как-то на это отреагировали? Был ли какой-то резонанс с их стороны? Не было, нет. Но они не против. Никто против этого не выступает. Может быть, они подпишут письмо тоже? Да, может быть, подпишут. И мы знаем, что вы встречались сегодня с главным врачом Стругокрасницкой межрайонной больницы. Расскажите, пожалуйста, о чем была речь, шла речь. Нам пообещали, ну не пообещали, сказали, что инфекционное отделение возобновит свою работу, но ждут постановления с комитета по здравоохранению Псковской области. Но так как я считаю, что это еще не точная информация, мы не прекратили сбор подписей. А что делать с терапевтами? Что делать с детским отделением? С терапевтами, ну вот как мы говорили сегодня с женщиной, с женщиной из больницы, она сказала, что они уговаривают их, чтобы они остались, потому что в больнице тогда, в поликлинике вообще никого не останется. И с детским врачом, с педиатром ведутся переговоры, но тоже эти переговоры уже ведутся месяц, и переговоры можно вести очень долго. То есть педиатр есть, но работать он не хочет, правильно? Ну педиатр, он не с района, он вроде бы с Санкт-Петербурга, да, и с ним ведутся переговоры. Ну да, наверное, возможно, не хочет работать, я не знаю, нас как бы особо не посвятили, говорят, что вот... Ну какие-то сроки решения данной проблемы вам не обозначили, да? Нет, никаких сроков не обозначено, поэтому ничего прекращать мы не будем. Александр, расскажите, вы в последний раз, когда вызывали врача к себе домой, помните, как долго ждали после вызова, что врач... Да, честно, я не вызываю врачей. Ну, может быть, ваши знакомые вызывают врача, жалуются ли они на то, что долго ждать? Да, был случай, у меня женщина сегодня рассказывала, на встрече с главным врачом, рассказывала историю, что у девочки начался приступ астмы, и скорая к ним ехала, ну, такой приступ, что у нее даже заболела рука, и там, ну, там еще что-то, я точно не помню, и к ним скорая ехала три с половиной часа, и как бы отец сказал, что, он говорит, я бы мог бы сам быстрее бы отвез, но он говорит, я не знаю никакой первой медицинской помощи, но тоже страшно везти ребенка, неизвестно же, что случится. Да, долго, одна скорая на весь район, а у нас дозаяние 75 километров, например, ну, или точно не могу вам сказать, но вот, как бы это далеко, и одна машина на весь район, это, конечно, очень плохо. Александр, скажите, откуда эта информация, что всего одна скорая на район? Вот вы откуда это взяли, эту информацию? Я почему спрашиваю, потому что мне сегодня Денис Сачков, главный врач Псковской станции скорой медпомощи, сказал, что две скорой помощи в вашем районе. Ну, на Плюжский район, насколько я знаю, сегодня это обсуждалось, и никто ничего не говорил, и я тут живу, что одна скорая медицинская помощь. Вот так расходится информация. Мы будем держать на пульсе руку, да, по этой, по вашей ситуации, пожелаем собрать подписи как можно больше, как можно скорее, и вы тоже, пожалуйста, нам сообщите, чем все завершится. Александра, ни в коем случае, самое главное, не сдавайтесь. Александра, а как подписи в электронном виде принимаются, либо же... В смысле, как мы будем отправлять письмо? Нет, не как будете отправлять письмо, как принимаются подписи? То есть это какой-то отдельный бланк, либо же это электронно принимаются? А, отдельный бланк, да, бланки. И люди приходят и подписывают, ну, живые подписи, да. Хорошо. Но кто-то еще отправляет отдельно от себя на сайт вот этот президента письма, видео отсылает. Ну что ж, Александр, да, как сказал наш коллега Валерий, будем держать руку на пульсе, обязательно еще в наших программах расскажем, как обстоят дела. Да, чтобы картина была объективной, спасибо, Александр, до свидания. До свидания. Чтобы картина была объективной, я все-таки сейчас предлагаю послушать запись звонка. Я позвонил сегодня Денису Сачкову, и вот что он мне рассказал. На район одна скорая всего, карета скорой помощи. Нет, это абсолютно неправда. Сегодня у них, вот сегодня, вот сейчас передо мной компьютер, я просто вижу все машины по области, где сколько в другом районе. У них две дежурные бригады. Одна сейчас бригада транспортирует пациента с пневмонией в Скорскую городскую больницу, вторая бригада свободно находится на месте, не задействована вообще. У второй бригады вызовов на сегодня ноль. На две бригады за сегодняшний день в Плюсском районе два вызова. Как вы думаете, почему так мало? Или это типичная ситуация, картина? Ну, у нас вообще среднеобластной, я готовил и для министерства, и для представителей комитета информацию, среднеобластная нагрузка на один пост скорой помощи практически во всех муниципальных образованиях составляет от пяти до семи вызовов в сутки. Ну, дело в том, что сейчас период пандемии, да, и, наверное, напряженка должна быть какая-то с врачами. Ну, много людей вызывают, врачей в том числе вызывают по скорой. Ну, врачей они не должны вызывать. Скорая помощь – это не неотложная помощь, и она не должна ездить ни на температуру, ни на что другое. Скорая помощь оказывает экстренную медицинскую помощь. Все, что касается неотложной, это второстепенно для скорой. В первую очередь они должны вызывать врачей поликлиники. А подменять понятие скорой и врачей-поликлиники – это неправильно? Да. Ну, вы сказали, две кареты скорой помощи на район. Это в среднем в Апсковской области такая картина примерно? Где-то есть меньше, где-то больше, наверное? Нет, это не картина. Значит, существует норматив, утвержденный Минздравом. Так, машина скорой помощи для городов вводится из расчета 1 на 10 тысяч населения. Для районов в зависимости от удаленности, а Плюсский район попадает под удаленную, ну, с протяженностью, район с протяженностью, с плечом обслуживания, там машина определяется 1 на 6 тысяч населения. В Плюсском районе, если меня память не изменяет, проживает меньше 8 тысяч населения. То есть им, в данном случае, Плюсскому району, в соответствии с приказом, положено полтора поста. Мы округляем и вводим два. Больше у них никогда и не будет никогда. А что касается времени доезда скорой помощи до пациента, какого оно составляет? Время доезда до пациента тоже регламентируется приказом Минздрава. Время доезда на вызова в экстренной форме составляет 20 минут. А в экстренной форме вызова понимаются травмы, отравления, массивные кровотечения с повреждением внутренних органов, роды. Вот здесь 20 минут. Все остальное, время нерегламентировано, все остальное это вызова в неотвожной форме. Ну, и в завершении, может быть, несколько слов о кадровом дефиците. Нехватка у нас ведет фельдшеров. Это средний медицинский персонал, потому что в районах области у нас работают фельдшерские бригады. И в части Плюсского района, да, дефицит фельдшеров на самом деле есть. И мы общаемся с медицинским училищем. В этом году мы планировали выход в школы для проведения профориентации. Но, к сожалению, комбиния не дает нам этого сделать. Но на будущий год по снижению интенсивности заболевания населения мы, естественно, будем осуществлять выходы в медицинские училища, агитировать учащихся, идти на работу, в скорую помощь именно вот в районной области. Врачебные бригады, они работают в городе Пскове, в городе Великие Луки. В районах врачебные бригады не предполагаются. Большое спасибо, Денис Юрьевич, за ваш комментарий. Да, пожалуйста. Всего доброго. Пожалуйста. Всего доброго. Больше двух скорых никогда не будет в Плюсском районе. Вот это вот заявление мне... Ну, а если... Нет, я понимаю, с одной стороны, что здесь идет речь о количестве населения, о численности населения, да? Да, конечно. 8 тысяч. Но если сейчас все поедут в Плюсу, переедут, Плюс разрастается... Становится второй столицей региона. Да, Москва, не усюки, все дела. Да, друзья, ну что, будем надеяться, что ситуация, скажем так, будет налаживаться, да, и с кадрами, с фильтрами в том числе. И со временем прибытия все-таки, хотя нам сказали о том, что это 20 минут, но вот, видите, есть люди, которые говорят об обратном. Да. И какой вызов считать приоритетным, опять же, если приступ астмы? Это же угроза жизни? Получается так, но пускай здесь разбираются профессионалы, потому что мы тут можем долго сидеть, дискутировать, вот, потому что... А в нашей редакции, да, друзья, звонят, вы звоните, радиослушатели, уважаемые, по телефону 62830, звоните, и я не призываю, я говорю о факте, вы звоните почти каждый день, звоните, обращайтесь, жалуйтесь на то, что врач не приходит вторые сутки. Такой звонок поступил ко мне вчера, я общался с Татьяной, жительницей города Пскова, у нее был крик души. Я сейчас предлагаю вам послушать запись нашей с ней беседы, ну, и мы обсудим, сделаем какие-то выводы. Давайте. Я так понимаю, у вас нервы наколены, на пределе находятся. Скажите, сколько времени вы уже ждете врача на дом? Когда вызывали и... Терапевта, именно терапевта, мы ждем со вчерашнего числа, хотя в понедельник мы самостоятельно сделали компьютерный томограф, и там доктор, когда нас по приемному покою осматривал, он сказал, что мы должны приехать в понедельник, ну вот когда делали КТ, позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача, что у нас самоизоляция, и должны приехать взять мазки на ковид. На что мы в понедельник, когда позвонили в поликлинику, это, конечно, уже было после обеда, нам сказали все вопросы, звоните завтра с утра. Я во вторник позвонила с утра в поликлинику, так как у мужа больничный лист был по 17 число, понятно, что мы в поликлинику по заключению вот этого доктора после КТ не пошли. Нам сказали, хорошо, ожидайте. Я заодно сразу вызвала, я говорю, могу я вызвать сразу себе доктора, но у меня больничный лист по 18 число, на что мне сказали, нет, звоните в среду и вызывайте себе отдельно врача. Вчера мы прождали доктора до 10 вечера. И он не пришел, да? Доктор не пришел. Я звоню сегодня в поликлинику, начинаю с ними уже как бы ругаться, на что мне отвечают, а почему к вам не приехал вчера доктор? Я говорю, вы меня спрашиваете, а они мне, да, объясните, почему к вам не пришел доктор? Я говорю, я не знаю, наверное, на этот вопрос должны ответить вы мне. Ну, короче, они записали опять мои данные, данные мужа. Вот сегодня на данный момент уже 20 минут восьмого доктора нету. То есть доктора нет вторые сутки? По вызову. Я даже сегодня попробовала, позвонила в ФОМС, им объяснила вот эту ситуацию, которая сложилась у нас. Они сказали, ждите сегодня доктора, если доктора не будет, звоните им завтра. Но я даже дозвонилась, да иначе мне да в поликлинику, объяснила им тоже, что вот, и почему вот тут так. На что мне тоже было сказано, ждите, доктор будет. До скольки мы должны опять ждать его? До десяти? Он, скорее всего, опять не придет. Вот. Честно, руки опустились. Но если сегодня врача не будет, я завтра буду немножко действовать уже по-другому. Поликлиника, в которую мы обращались, и вот мы даже отзывы читали, это на Кузнецкой поликлинике номер один. Отзывы очень отвратительные. Вот даже если по контакту посмотреть, почитать, именно вот по приходу докторов. Ну, вы намерены довести эту ситуацию до логической какой-то точки, чтобы выяснить, наконец, кто виноват? Во-первых, кто виноват, а во-вторых, это мое здоровье. Я хочу знать, что со мной. Спасибо, Татьяна. Будем надеяться, что все решится как можно быстрее и как можно мирно. — Я думаю, что Татьяна не одна такая. — К сожалению, опять же. — Ситуация, думаю, повторяется, потому что нехватка медиков, нехватка персонала. Врачи приходят через восемь часов на вторые сутки. Ну, вот, кстати, я позвонил Татьяне перед нашим эфиром. Врач вчера все-таки пришла в полдесятого вечера. То есть через двое суток она все-таки пришла. — Ну, Валера, этот диалог с Татьяной как средний температур по больнице, да, то есть среднее вообще мнение того, что вообще сейчас происходит. Знаю, что нам пишут в нашу группу, да, радио России и Псков. — Комментируют. — Комментируют и комментируют ситуацию как раз-таки с ситуацией в Пулюсском районе, да, где сейчас только что Евгений, Денис Скачко, прошу прощения, сказал им, что больше двух скорых в Пулюсском районе не будет никогда. Вот, ну и здесь человек сразу делает выводы, что если больше двух скорых не будет, то тогда и людей там тоже больше не будет. Вот, все стало понятно. — Нет, ну согласись, что на самом деле, ну, звучит это ужасно. Две скорые на какой-то район. Две, две машины. — А должно быть, между прочим, полторы. — Да. — Так что надо еще благодарить. — Спасибо за полскорых. Вот так вот. Так, ну что, будем двигаться дальше еще. — Мы должны напомнить нашим предослушателям, что мы разыгрываем пиццу. — Да, и задание предельно простое. Сегодня отмечается «Всемирный день мужчин», и мы хотим у вас узнать. Не то, что мы не знаем, мы хотим проверить, знаете ли вы настоящий мужчина, тот кто. Продолжите, пожалуйста, эту фразу и пишите либо в группу ВКонтакте Радио России Псков, либо же на наш WhatsApp-номер плюс семь девятьсот девять девять три 0105. Конечно, пиццу от кафе Кенавы раздадим тому, кто подскажет нам по-настоящему интересно и креативно, кто же такой настоящий мужчина. Ну а прямо сейчас продолжим. — Да, продолжим и одновременно завершим медицинскую тему тем, что жители городской больницы жалуются на то, что им холодно лежать в палатах. — Это ужасная история с тем, что якобы окна жутко продувают, и люди даже пишут «Мы спали в куртках». Да, Псковская лента новостей разместила статью, да, где приводятся жалобы пациентов Псковской городской больницы. Ночью я несколько раз переходился до дрожи, мне продуло шею, одеяло тонюсенькое летнее. «Спали в куртках. 21 век на дворе, я скажу так, 2020 год. Люди до сих пор в больнице». — Чели в палец, наверное, там между окнами. — Я, ты знаешь, как в заброшенном доме, мне кажется, где-то и окон нету, и форточки выбиты. Ну вот что это такое вообще? — Нет, на самом деле, если это действительно все так, как говорят люди, как люди пишут, то хочется просто схватиться за голову и действительно уже пойти что-то постараться сделать, наверное, с этим. Ну, если бы я, не дай бог, был бы на месте этого человека, я бы тоже захотел бы, как человек, с которым мы недавно разговаривали, да, написать куда-то письмо, куда-то обратиться, сходить. — Просто видишь, здесь, ну, что меня поражает, это двоякость, да, системы. С одной стороны, мы хвастаемся и гордимся регионом, нет, это, конечно, хорошо, что открыли новую инфекционную больницу, строится новое медучреждение, да, но сразу же медаль поворачиваем, и обратно стороны медали, что сейчас происходит у нас уже в существующих больницах. — Да, и из собственных источников мы эту информацию проверили, и я выяснил, что, да, действительно в палатах холодно, и пациенты просят, чтобы им давали одеяло, а, к счастью, одеяло вторые дают. — Ну, спасибо. — Да, спасибо за заботу. — Да, друзья, давайте про медицину пока оставим, я думаю, что к следующей неделе мы к ней обязательно вернёмся, и поговорим про то, что Псков, Псков или Псковчик, как его ещё называют, у нас на этой неделе... — Псковчик попал в топчик? — Псковчик попал в топчик, совершенно верно. — Интервью вышло у Юрия Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым, да, и поговорили они вообще о Псковской провинции. — Люди всё гадали-гадали, зачем Дудь приезжал, а вот зачем. — Да, конечно, уже миллионы просмотров набрал этот выпуск, и одним из героев этого выпуска стал Порховский силач, Порховский богатырь, как его называют, Денис Ефимов, у которого, как сообщается, сразу резко выросло число подписчиков в Инстаграме. — И, как говорят, да, проснулся знаменитым. — Да, дорогие друзья, поэтому, кто ещё не посмотрел, пожалуйста, ну, можете посмотреть выпуск с Дудем и с Порховским силачом, а мы сейчас попробуем связаться с Денисом Ефимовым и узнать вообще, как у него обстоят дела. Денис, здравствуйте. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Денис, вопрос такой. Если бы вы отказались перед Дудем, чтобы вы у него спросили? — Если бы что ещё раз? — Если бы вы оказались перед Юрином Дудем, а вы оказались, чтобы вы у него спросили? — Вы ему задавали вопросы какие-то? — Да, то, что он вас спрашивал, понятно. Что вы у него спрашивали? — Да я даже, честно, не знаю. У меня не было вопросов. Я был готов отвечать, да, а не спрашивая. — Как вообще вам общение с Юрием Дудем? Ведь многие мечтают его увидеть, а тут он как бы сам к вам пришёл. Что вообще скажешь? Какие впечатления от общения? — Нормальный парень, достаточно простой парень, открытый, как бы без каких-то высокомерий. — На удивление, да, потому что самый топовый интервьюер. — Да, не зазнавшийся. — Хорошо. Смотрите, Денис, да, перебью тебя, Саша, извини. Я зашёл в Инстаграм ваш, подписался, да, тоже, и оказался почти трёхтысячным подписчиком вашего аккаунта в Инстаграме. — Скажите, до выпуска сколько было подписчиков у вас? — Да, не более двухста, должно оно меньше. — Вот сколько сразу прилетело. Ещё прилетит, я думаю. — Конечно. — Прилетит. — Денис, но... — Может быть, уже и предложения поступают из цирка Дюссалей, например? — Ну, есть разные предложения, но пока я это держу в тайне. Всё, через ближайшее время я, как говорится, это открою. — Всё узнаем через Дудя теперь. — Да. Денис, а смотрите, ведь выпуск записывался, ну, достаточно давно, да? Наверное, месяц назад. — Ну, да, даже чуть-чуть поболее, я так думаю. — А насколько тяжело вам было держать в тайне, вот, что вы будете в новом выпуске у Дудя? — Да, на самом деле, не было никаких сложностей, как бы. Я просто делал своё дело и знал, что это произойдёт, как бы, и всё. Всё просто. — Очень скромно Денис нам ответил. Сейчас тренируетесь, какие-то новые номера, может быть, готовите? — Да, конечно же, тренируюсь всегда, как всегда. Всегда к совершенству иду, каждый день изо дня. Новые номера постоянно что-то думаю, усиливаю, улучшаю. — Денис, как-то двигаетесь к своей новой программе, о которой вы говорили в выпуске? — В выпуске у Юры, да? — Да, совершенно верно. — Да, да. — Вы говорили о том, что вы хотите какую-то сумасшедшую программу, в хорошем смысле этого слова, которая будет известна... — Двигаемся, вот, в принципе, элементы, её можно увидеть на ГТРК, в новостях, вот, на странице у меня скоро будет, я тоже выложу. Это элементы с пилой, с гимнастическими колледжами, опасные экстремальные трюки, то есть я долго об этом думал, к этому подошёл и, в принципе, доволен. Но доволен не на большой срок времени, то есть у меня есть перспективы ещё круче. — Ну, Денис, вы только себя берегите, пожалуйста. — Да, мы боимся, честно говоря, вас теперь. — Спасибо, да, 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 спасибо большое за такие пожелания. — Да, Денис, остаётся поздравить вас с мирным днём мужчин, вот, и пожелать... — Да, вы такой пример настоящего мужчину, мы скажем. — Посмотрели тоже ролики, да. — Да, спасибо большое, спасибо. — Поэтому, да, с праздником вас, ну и богатырского здоровья, наверное. — Да, здоровья никак не помешает, его никогда не может быть много. — Вам тоже. — Всё, спасибо большое, до новых встреч. — Друзья, помимо того, что порховский богатыринец Ефимов попал в их выпуск с ГУДЮ, также стоит сказать о том, что в конце интервью Юрий Дудь сообщил, что его друзья перевели на счёт порховской благодарительной организации «Росток» 300 тысяч рублей. — Да, то есть практическая польза была оказана в результате этого визита съёмочной группы в наш регион. Это только радовать должно всех нас. И эти средства, как стало известно, пойдут на зарплату сотрудникам учреждения. — Ну и нужно сказать, что всё-таки связующим звеном стал известный фотограф Дмитрий Марков. И вот в связи с этим как раз-таки выпуск посвящён ему в том числе. Мне кажется, это очень правильный и хороший жест. То есть известные люди, которые могут себе позволить, приехали и попытались помочь, соответственно, тем, кому помощь нужна. Давайте призовём всех звёзд, интернета и неинтернета, к этому. — Помогать, конечно, нуждающимся, скажем так. — Да, ну и ещё мы должны сказать о том, что выпуск, посвящённый жизни провинции, она представлена не с лучшей стороны, да. Но мы-то эту сторону видим каждый день. — И глаз замылился. — Да, а москвичи, да, о которых говорят герои этого выпуска, 50% из них удивляются, что неужели, глядя на фотографии Маркова, неужели это всё ещё есть? — До сих пор есть, да. — Мы-то знаем, что да. — Мы знаем, что да, и прямо сейчас давайте быстренько перейдём к нашей следующей рубрике. Поехали. Вести с полей. Это рубрика «Вести с полей», где мы обсуждаем новости нашей любимой районной прессы. Давайте быстренько пробежимся, что же там происходило в районах Псковской области. Так вот, издание газеты «Невельский вестник» сообщает нам, что юидовцы... — Юные инспекторы дорожного движения. — Спасибо, что расшифровал. Пятого класса гимназии провели рейд по проверке наличия у обучающихся фликеров, и беседу «Будь заметным». Фликеры — такие светоотражатели, для тех, кто не знает, и сейчас темнет нас очень рано, уже там в 4-5 часов. — И беседа нужная, давайте скажем честно. — Поэтому мы напоминаем всем, что фликеры носить стоит. — Не только юным, а всем и не юным. — Не только ученикам гимназии 5-го класса в «Невеле», но и всем нам, потому что действительно темнеет очень рано. Быстренько летим дальше. Редакция газета «Островские вести» поздравляет с днём рождения свою главную достопримечательность. Это, конечно же, цепные мосты. Именно 19 ноября 1853 года они были введены в эксплуатацию, и сегодня им исполняется 167 лет. Хочу вам сказать, недавно был в «Острове» и... — И видел мосты. — И свой день рождения. Мосты встречают вообще во всей красе, потому что они... Практически уже закончилась там реставрация, включают подсветку, и очень-очень много жителей, гостей острова. Вот в 5 часов там по мостам ещё никто не гуляет. В 6 часов, когда включили подсветку, это настоящая променадная площадка, друзья. — То есть в вечерних платьях и костюмах люди гуляют? — Да, да, очень-очень замечательно. — Причём без курток, вот зря они так, конечно. — Нет, всё в куртах. Быстренько двигаемся далее. Гдовская заря напоминает нам, что на днях отмечал свой день рождения Дед Мороз. — Сколько ему исполнилось? — Ой, ему исполнилось... — Ну, много, давайте так. — Да, чуть больше, чем мостам в острове. Вот. И проводят конкурс, где могут участвовать дети от 5 до 16 лет. Соответственно, конкурс новогодний. На конкурс новогоднего поздравления. Поэтому, если что, то можете принять тоже участие. — А победитель, между прочим, его рисунок будет на главной странице газеты. — Возвращаемся в Плюсу. — Да, давайте. — Там проходит экологическая акция «Спасём ёжика». И направлена она на сбор отработанных батареек. — Да, я вот скажу вам, что у меня даже проходит эта акция в подъезде. Она, правда, не санкционированная, но тем не менее. В общем, собирают батарейки, дети и куда-то их отвозят, соответственно, вместе со своими родителями. Очень крутая акция. — Я думаю, что этому вопросу надо всё-таки уделять пристальное внимание. Ранее в нашем городе были специальные контейнеры для батареек, но потом они пропали, их увезли куда-то. И теперь я лично не знаю, что мне делать с использованными батарейками. — Везде в Плюсу, в газету «Плюсский край». — Там знают. — И мне привозите, я к себе в подъезд положу. — Газета «Печорская правда» наконец-то подвела итоги долгожданного конкурса фотографий грибов. — Грибы. — Да. Вообще, грибы — это тихая охота, понимаете, да? А здесь фотографии грибов — это максимально тихая охота. — Но фотографии грибов — это великолепно, мне кажется. А там, ну, такие грибы-хипстеры там могут быть, например. — Там может быть всё, что угодно. — Так, также стоит сказать, что в городе «Дно», сообщает нам газета «Дновид», совсем скоро появится знак «Я люблю дно». Друзья, вот. — «Я люблю дно». Ну, здорово. — Ну и хорошо, а что там говорят, по-моему, про мальчишину говорят? — Там сердечко, сердечко тоже. — Ну, классическая галочка, сердечко, но там будет написано не «Я люблю дно», а я просто видел макет памятника арт-объекта. Там написано «Я люблю город-дно». — А, всё-таки город. — «Я люблю город-дно». — Я люблю псков, вот у нас стоит тоже, нет, я люблю город-дно. — Чтобы понимали окружающие, о чём идёт речь. — Главное, чтобы не разрисовали. А какое дно, да, если кто-то не понимает, мы расскажем. Мы знаем город-дно. — Знаем и любим его. — Время подводить итоги конкурса по пицце. Есть два варианта в WhatsApp. — Которые... — Итак, я озвучиваю, и все вместе подводим. — Давайте. — Итак, Виталий написал. «Настоящий мужчина — это тот, кто ведёт завтра пятницу и ест пиццу в Окинаве». — Виталий, спасибо. — Спасибо. — Подмазались, да. — Да. — И Елена написала. «Настоящий мужчина — это тот, кто и ребёнка на скаку остановит и успокоит, горящую пиццу из духовки спасёт и денег заработает на все необходимые блага или блага. С праздником настоящий мужчины, радиомаяк». Спасибо, Лена. Я так понимаю, что... — Я так понимаю, что всё-таки в день настоящих мужчин, настоящий мужчин отдадут пиццу девушке. — Да. И мужчина Виталий уступит тоже. — Уступит, да. Всё, поэтому Елена совсем скоро, да, с вами свяжутся и пиццу получите. — Друзья, хотели мы ещё послушать с вами песенку по поводу настоящих мужчин, но уже не в этот раз, наверное, а в каком-нибудь другой программе. — А пусть каждый дома сегодня послушает свою мужскую песню. — Да. И будет всё хорошо. До новых встреч, друзья. Пока-пока. — Пока.